Президент РФ Владимир Владимирович Путин Президент РФ Владимир Владимир Владимирович Путин Президент РФ Владимир Владимирович Путин Президент РФ Владимир 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 Владимирович Путин КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что, привет, Ярославль. Давайте сделаем громко, потому что сегодня нас смотрит вся страна. Ярославль, вы где все? Вот это да. У нас сегодня по-настоящему открытый урок. Несмотря на то, что Центр управления сейчас находится здесь, на Ярославской земле, нас смотрит без преувеличения вся страна. Более чем 20 тысяч школ сейчас с нами на прямой связи. 24 из них вы видите здесь на мониторах. Привет! Привет всем! Мы вас приветствуем здесь, отсюда, из Ярославля, и будем готовы к вашим прямым включениям. Привет! Давайте будем вежливыми, нам машут руками. Ну что, очень здорово. Но не просто миллионы людей нас сегодня смотрят. Нас сегодня смотрят представители разных поколений. И пусть иногда мы друг друга не понимаем на этой почве, отцы и дети, но, наверное, перед каждым человеком раз в жизни встает самый главный вопрос. Какую дорогу выбрать? И не всегда родители могут помочь своему ребенку правильно сориентироваться в стремительно меняющемся мире. Сегодня это очень заметно, что фокус государственного внимания перешел на человека. Люди – наше главное богатство. И если вы действительно этого хотите, вы можете найти возможности для собственного личностного роста в рамках платформы «Россия – страна возможностей». Но сегодня речь о профориентации, о выборе пути и о тех миллионах молодых россиян, тех самых ребят, которые будут определять Россию будущего, и о том, что делает государство сегодня для того, чтобы помочь вам найти жизненную дорогу и вместе делать страну сильной. Как это происходит? Внимание на экран. Я хочу придумать таблетку от старосты. Я мечтаю забрестить телепорт. Я мечтаю купить маме дом. Я хочу стать президентом. Я мечтаю полететь в космос. Не бойся мечтать. Исполнение мечты гораздо ближе, чем ты думаешь. Найди дело, которое тебя по-настоящему вдохновит. И в этом тебе помогут Кванториумы. Восемьдесят девять высокотехнологичных детских технопарков в шестидесяти двух регионах страны. Мой первый бизнес. Семьсот тысяч заявок от старшеклассников на конкурс бизнес-проектов. Полторы тысячи путевок на образовательные бизнес-тренинги. Билет в будущее. Сто тысяч профессиональных проб для школьников. Фестивали профессии в семи городах. Международный конкурс детских инженерных команд. 394 команды из семи стран мира. 74 команды вышли в финал. Проектория. Всероссийские открытые уроки по профориентации. Участвует более 20 тысяч школ. Свыше 50 миллионов просмотров в социальных сетях. Не бойся мечтать. Россия – страна возможностей. Да, действительно, очень много делается, но эта система, огромная машина, она действительно работает. Кто же является тем самым человеком, через которого все эти изменения происходят в нашей с вами жизни? Наверное, у каждого из нас есть тот учитель, которому мы особенно благодарны, потому что он просто относился к своей работе неформально. Он понимал, что именно на него мы все ориентируемся. У меня тоже была такая, Любовь Петровна Карханина, преподаватель литературы русского языка, школа 1506 в Москве. Так вот она говорила, есть учитель, есть предмет. И это абсолютная правда. Сегодня в этом смысле ничего не поменялось. Есть учителя, есть неравнодушные учителя, есть предметы. Вот о таких учителях речь пойдет сегодня. Они провели прекрасные виртуально открытые уроки, которые в сумме набрали более 2 миллионов просмотров. И именно эти учителя, учителя 2.0, учителя прокаченные, учителя будущего, сегодня наши главные герои. Внимание на экран. Андрей Борисович Федотов, Белгород, учитель английского языка. Ганединов Айдар Валерьевич, Казань, учитель физики. Я сказала Википедия. Я могу найти все, сказал Яндекс. Ну-ну, посмотрим, сказал электричество. Лузина Екатерина Павловна, Санкт-Петербург, учитель физики. Гуськова Анна Геннадьевна, новосибирский учитель общества знаний. И что такое цифровая дорога? Ученка Екатерина Николаевна, Волгоград, учитель информатики. Семерякова Марина Николаевна, город Гуревск, учитель географии. Космос является ценнейшим источником информации. Причем информации, которая обновляется ежедневно. Кирилл Сергеевич Попко, Курганинск Краснодарского края, учитель физики. Наталья Анатольевна Скидан, Новосибирская область, учитель русского языка и литературы. Надежда Николаевна Марсакова, Ульяновск, преподаватель архитектуры. Для будущего прогресса нужен не просто физик и не просто лирик. Нужна творческая, разносторонняя личность. Физик с душой лирика. И лирик, знающий и понимающий физику. Ирина Александровна Пасухина, Березовка, учитель биологии. Денис Юрьевич Трушников, Тюмень, учитель биологии. Вдумайтесь, в мире ежегодно производится свыше 4 миллиардов ультразвуковых исследований. Светлана Валерьевна... Ты же сам мне сказал, пробегись по этому тексту. Андрей Борисович Федотов был. И Светлана Валерьевна Ступоренко, учитель математики. Больше шума, как говорится, нашим педагогам. Слушайте, да вы настоящие прямо звезды. Урок обычный превращается в шоу, а иначе как? Действительно, лучше пускай 2 миллиона просмотров будет у вас, чем у... Ну, дальше. Продолжение можете придумать сами. Еще больше, пожалуйста, аплодисментов нашим учителям. Действительно, вы будете локомотивом. На вас будут ориентироваться. Ну и добро пожаловать в шоу-бизнес, как говорится. А дети, те самые наши главные герои сегодня, причем не просто дети, они не просто посмотрели все открытые уроки, сколько их было, они прорешали все задачи на сайте проектории. И, конечно же, поэтому... Потому что они не сдавались, потому что задачи были решены правильно. Они сегодня здесь. Итак, внимание на экран. Я всегда мечтал полететь в космос, но боялся. Вдруг мне там не понравится? А как они там едят? Как они там спят? Они работают с 9 до 6? Кто-нибудь может рассказать, что там в этом космосе? Не знаешь? Спроси у того, кто там бывал. Работы у космонавта на станции достаточно много, и работа это безумно интересно. Слова не брали еще пока? Скафандр сложно сделать. Два раза в месяц больше миллиона старшеклассников собираются у школьных экранов, чтобы в прямом эфире задать свои вопросы, послушать интересных спикеров и поговорить о будущем. Роскосман запустил низкоорбитальную группировку спутников. Звучит как практически начало звездных войн каких-то. И появляются новые вещи, которые до сих пор продавать было нельзя. Ну, например, вещь, которая не продавалась напрямую, это эмоции. Какие технологии нас ждут? То, что мы применили в нашей башне уже сегодня вчера. Люди тысячелетиями учились говорить друг с другом и как-то друг другу объяснять, что они хотят, и в ответ получать, что нужно. Мы скоро любую задачу, которую мы хотим, чтобы решила нам машина, интернет, будем так же просто формулировать, она будет нам ее решать. Какую профессию выбрать? Здесь ключевое слово — междисциплинарность. Включайся! Включайся! А где дети-то, собственно? Что-то у нас на сцене есть пустующее кресло. Друзья, давайте активнее. Я понимаю, немножечко некоторое стеснение присутствует, фокус внимания на вас, но тем не менее, задачу-то решать вы смогли, значит, сегодня принимайте заслуженное внимание. И аплодисменты! Ну что, вот теперь почти, почти все готово. Дорогие друзья, я с удовольствием приглашаю на сцену нашего открытого урока президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день! Здрасте! Сегодняшнее мероприятие звучит как открытый урок. Для меня это, конечно, не урок. Для вас это не проповедь и не наставление какое-то. Я считаю, что для нас всех, и для меня, с одной стороны, возможность познакомиться с вами и с вашими сверстниками во многих регионах страны, познакомиться с вашими идеями, с вашими представлениями о том, как вы планируете строить свою жизнь. А для меня это... А для вас возможность показать себя, заявить о себе. Ведь действительно, нас будут смотреть... Сейчас в онлайн смотрят, уверен, миллионы, а в последующих просмотрах это количество многократно в разы увеличится. Вот по прошлому сезону, ровно год назад здесь собирались, в онлайн смотрело миллион, сейчас планируется 6 миллионов. Просмотров было 10 миллионов. Я думаю, сейчас будет просмотров тоже в разы больше. Это как минимум не 10 будет, а в 6 раз будет 60 миллионов. Вот примерно такой масштаб. Поэтому мне представляется, что для вас важно не только, чтобы я это услышал, а чтобы услышали люди во всей стране, которые работают в тех сферах, которые вас интересуют. И очень важно, что вас вообще что-то интересует. Это самое главное. Вообще это самое главное. Выбор первого шага на своем будущем большом и очень, надеюсь, счастливом, эффективном для вас пути. Ведущая наша сказала о быстроменяющемся мире. Это, конечно, в известной степени уже такое слово сочетание штамп, но это живой штамп, потому что вот эта скорость изменений, она нарастает. Я уже говорил об этом в других аудиториях, но считаю своим долгом повторить и в вашей аудитории. Ведь мир переживает сложные тектонические трансформации масштабного характера, именно тектонические. В чем они заключаются? В новых технологиях происходит, мы живем в век новой технологической революции, зарождается новый технологический уклад. Что это означает для всего мира и для нас? Это действительно изменения во всем, и не только в самих технологиях, потому что за изменениями в технологиях сразу следуют и другие изменения. Я сейчас скажу или постараюсь проиллюстрировать, что я имею в виду. Ну, скажем, мы вступаем в век цифровой революции, цифровой экономики. Первое. Второе. На этой базе развивается искусственный интеллект. На этой базе рождаются новые возможности в сфере беспилотного транспорта. На базе новых достижений в области биологии, генетики открываются новые возможности в лечении заболевания. Растет продолжительность жизни. И у нас растет, кстати, быстрее даже, чем во многих других сторонах мира. И во всем мире постепенно растет. Даже в странах, так скажем, совсем развивающейся экономикой. Вот все это, к чему приводит? К изменению условий жизни людей. Вот конкретный пример. Все больше и больше людей начинает работать в неполную рабочую неделю и в отдаленном доступе. Просто в интернете работают. Нужно же обеспечить их права. Это до сих пор практически никак не отрегулировано в трудовом законодательстве. Вот с внедрением цифровых технологий точно совершенно будут высвобождаться большое количество работников. А куда их деть? И это могут быть не сотни тысяч, это могут быть миллионы людей, которые прекращают работу на традиционных рабочих местах. Значит, нужно заранее подумать, как обеспечить их права. Нужно заранее подумать, куда государство направит этих людей, где они будут работать. Значит, нужно заранее подумать о их переподготовке, переобучении. У нас огромная страна, самая большая в мире по территории. У нас неисчислимое количество природных богатств. Есть и другие так называемые естественные конкурентные преимущества. Но при наличии такой огромной территории и других этих преимуществ есть и вопросы, которые требуют от нас особого внимания. Мы самая большая страна в Европе по численности населения, 146 миллионов человек. Следующая за нами, по-моему, Германия, 80 миллионов. То есть разница большая. Но в мире мы далеко не лидеры. На американском континенте очень много. В США там уже, по-моему, 350 миллионов. В Латинской Америке есть крупные государства. Я уже не говорю про Азию, где миллиард и больше. Вы знаете, это имеет значение. Это имеет значение, потому что от этого считается и общий объем экономики. А общий объем экономики по предмету покупательной способности это важная составляющая. Не только на душу населения, но и общий объем, потому что это дает возможность государству концентрировать ресурсы на важнейших направлениях. Но что для нас с вами дает вот эта новая технологическая революция? Она дает нам возможность сохранить лидерство там, где мы его давно имеем. И получить новые компетенции там, где они нужны будут для будущего развития. И это уже нивелирует, снижает риски в связи с тем, что мы не являемся лидерами по количеству населения. Если у нас есть мозги, если мы в состоянии их грамотно применить, то это означает, что мы сохраним лидерство в таких отраслях, скажем, как космос, ядерная энергетика, материал, материаловедение и многое другое. И приобретем новые. И не просто впрыгнем в последний вагон уходящего поезда, связанного с этой технологической революцией, а мы будем одними из лидеров. Там, где мы были всегда такими и приобретем новые компетенции, чтобы стать лидерами в других областях. Но это произойдет только в том случае, если люди вашего возраста с помощью ваших преподавателей вовремя грамотно будут сориентированы на то, чем заниматься. Вообще найти себя в жизни это самое главное. Вот это первый шаг к успеху. Если есть увлечение, будет обязательная победа. Конечно, это во многом зависит от ваших преподавателей. Я хочу им низко поклониться и обратить внимание на эту профессию. Это очень важная профессия и заслуживающая особого уважения и слов благодарности. Мне бы очень хотелось, чтобы в ходе сегодняшнего нашего разговора, а это именно такой разговор обмена информацией, и мне удалось посмотреть, что вас интересует. И вам я хочу завершить свое вступительное слово тем, чего начал. И вам бы удалось представить свои предложения, свои идеи на суть широкой публики и узких специалистов в тех областях, в которых вы собираетесь работать. На поддержку творчества молодых мы все больше и больше выделяем ресурсов. В этом году около 5 миллиардов рублей выделяем. Это приличная сумма, это гораздо больше, чем в предыдущие годы. Но это конечно не те деньги, которые дадут вам возможность реализовать все ваши проекты. Это те средства государственной поддержки, которые дают вам возможность заявить о себе и сделать первый шаг. Я хочу, чтобы он был у вас удачным. Вам всего самого доброго. Ну так, в рамках обмена идеями, тогда можно сразу первый вопрос а-ля машина времени. Владимир Владимирович, вот если бы вы сегодня выбирали профессию и сталкивались с жизненным выбором, кем стать? Кем бы вы стали? Учитывая, что почти все профессии, которые сегодня актуальны, не существовали, когда мы здесь, в основном присутствующие, определялись с профессиональным выбором. Я долго выбирал свою профессию. Как вы знаете, я учился на юридическом факультете тогда Ленинградского, сейчас Санкт-Петербургского государственного университета. Я доволен своим выбором. Юрист 21 века. В этой сфере, кстати, тоже происходит большое количество изменений, вызванных как раз озвученными высшими причинами. Если сказать, что меня особенно захватывает из всего, что сегодня происходит, это, конечно, генетика и искусственный интеллект. Отлично. Друзья, вопросы к педагогам, которые сегодня уже стали нашими героями. Вопрос к вам. Вы почти блогер, между прочим. Вы же снимаете видео с детьми и придумаете какие-то альтернативные форматы профессиональные. Ведь сегодня, когда учитель перестал быть единственным источником знаний для детей, есть интернет, знания они могут получить где угодно. Так какова же тогда роль педагога? Педагога именно сегодня. Спасибо за вопрос. Всем добрый день. Я искренне убежден, что на данный момент личность учителя играет огромную роль в становлении самого учащегося. Я также думаю, что учитель прежде всего должен нести эмоции и потом уже образовав полноценный, качественный, дружный коллектив уже накладывать какую-то образовательную составляющую. Например, как многие здесь уже знают, после открытого урока, после моих мастер-классов, мы с классом нашли общее творческое дело. Мы снимаем, как уже было объявлено, всевозможные ролики, это смешные скетчи, это пародии на популярных исполнителей песни. То есть именно благодаря этому мы образовали качественный коллектив и теперь преподавать в нем действительно огромное удовольствие. конечно же именно создание видеоконтента это не панацея для всех, для каждого это будет свое, но я искренне убежден, что совместное с детьми дело, основанное на наших совместных интересах, это, наверное, залог успеха. Мы знаем, все здесь знают, и молодые люди знают больше даже, чем люди старших поколений, что такое интернет. Это кто-то называет это панацея от всего, кто-то называет это помойкой, ну, чего угодно, но это возможности, это колоссальные возможности. В условиях вот этого бешеного потока информации, стать источником знаний для молодых людей может только авторитетный человек, мнение которого для его слушателей, для его учеников является определяющим. Но чтобы стать таким авторитетным, конечно, это требует большой работы, увлеченности своим делом. В современной мире это мне кажется, почти невозможно, но многим удается из вас, что удивительно. Вот тех, кому это удается, я хочу поздравить с этим огромным, жизненным и профессиональным успехом. спасибо. Это правда, тем более, что опять же, действительно, все так быстро меняется, что оставаться для ребенка, для ученика авторитетом на протяжении долгого времени, это огромная, конечно, педагогическая задача, и очень здорово, что молодые кадры приходят в педагогику, что вы на одной волне с ребятами, действительно, видеоблог. Почему исключать такой формат обучения, если он возможен? Ну что ж, здорово, отличный, как сегодня говорят, лайфхак. Well done. Thanks. А вот Екатерина Павловна скромно сидит, но тем не менее, по ее собственному выражению, это жесткий питерский физмат. Вот так сказала Екатерина Павловна. Я, кто я такая, чтобы с этим спорить? Екатерина Павловна, у вас же ведь тоже есть какие-то свои наблюдения за тем, вот как должна измениться роль педагога, и что исключительно преподаванием предмета и только его дело сегодня не ограничивается, если мы говорим о гармонично развитом ребенке. Да, я согласна. Конечно, мы учим детей физики, математики на очень высоком уровне, это база, это фундамент, без этого никуда. Конечно, у нас есть инженерный центр, в котором мы показываем детям, как применить эти фундаментальные знания в прикладном ключе, но мы стараемся идти дальше. Вот у меня есть очень любопытная история. пришла к нам девочка в работе технический центр, учится, учится, потихоньку привлекаем ее к проектной деятельности, смотрим, у нее очень хорошо получается организаторская работа. И мы, преподаватели, начинаем так аккуратно двигать горизонт ответственности. «Соня, закажи детали, Соня, договорись с фаблабом, пожалуйста, чтобы нам разрешили детали нарезать на станке, Соня, договорись, пожалуйста, с металлургическим предприятием, чтобы нам листовую деталь погнули». И вот эта Соня решает, что она будет делать бионические протезы, она хочет найти себя в этой отрасли. Она находит единственную в России компанию резидента Сколкова, которая занимается этим на очень высоком уровне, пишет им, «Я хочу пройти у вас летнюю стажировку». Они говорят, «Девочка, у нас даже студенческих стажировок нет, 10 класс, ты вообще о чем?» Она говорит, «Да-да-да, я все понимаю, но вот очень хочется, давайте». И так раз за разом, раз за отказ, за отказом добивается своего, проходит у них летнюю стажировку. Сейчас она абсолютно счастлива, готовится к экзаменам выбранным, знает уже, в какой момент будет в этой компании работать. И вот для меня эта история на самом деле даже не про то, как человек нашел свою специальность. То есть будет очень здорово, если она действительно станет этим создателем бионических протезов, но, как нам сегодня рассказывали главы госкорпораций, иногда профессиональная траектория бывает очень извилистой, может быть, она найдет себя позже в чем-то другом. Но через проектную деятельность мы научили ее стучаться в закрытые двери, мы научили ее искать возможности и добиваться своего. Вот это то, чему мы пытаемся сейчас учить детей. Здорово, побольше бы таких сонь. Побольше бы таких педагогов, потому что очень часто бывает, что родители, а кто должен вот учить моего ребенка быть организованным, кто? Все вместе, это общая задача. Владимир Владимирович, что думаете? Я думаю, это очень творческий процесс, вообще работа с человеком, тем более с молодым человеком, и умение заинтересовать его чем-то, это требует большого таланта. Я, знаете, вот прямо сейчас, прямо в ходе вот этого разговора, даже в ходе, когда слушал вот свою соседку слева, я вспомнил вот о чем. Я когда в начальных классах учился, ну, просто там до 8-го, по-моему, класс, ну, как должен сказать, что считал, что с математикой у меня так как бы не очень. Ну, мне вообще не до математики было, у меня был другой образ жизни. Вот, и вдруг пришел к нам преподаватель не школьный, а университетский, по-моему, или даже из математического института питерского, и предложил открыть кружок математики. Причем начали заниматься высшей математикой. Я не знаю, как меня тут занесло, но мне это очень понравилось, и начало очень получаться. Потом я ему говорю, слушайте, это совсем и не математика, чем мы здесь занимаемся. Он говорит, это и есть математика, просто то, что вы изучали в школе, это такая арифметика. 6 ноу пошло, 7 с ума сошло. А это нечто другое, это требует абстрактного мышления, и у тебя это получается. Вы понимаете, вот для меня, для самого это было открытие, но я это открытие сделал благодаря ему. Я до сих пор ему благодарен. Даже не помню, как его зовут. Это, во-первых, повысило мою собственную самооценку и позволило мне потом, даже в других отраслях знаний, развиваться, идти вперед, добиваться успехов. Но вот эти вот шаги, сделанные в начале пути, в ходе становления личности, они крайне важны. Но это требует большого таланта и творческого подхода со стороны преподавателя, конечно. Чувствуется, что вот коллеги как раз вот так и подходят к решению этой задачи. Вам спасибо большое. И правда, спасибо. Уверена, что каждый может вспомнить историю, когда слово взрослого человека, будь то педагог, родитель, просто какой-то взрослый, могло демотивировать, а могло, наоборот, воодушевить настолько, что человек верил в свои силы. Мне кажется, так и с Аней произошло. А биология, мне кажется, не самый очевидный выбор для девчонки в вашем возрасте, но тем не менее. Я попала на проекторию благодаря кейс-чемпионату, и моя работа была связана с диетологией. Диетология, культура питания. Я выбрала именно это направление, потому что я собираюсь стать будущим молекулярным биологом. И я считаю, что очень большое влияние на мой выбор профессии оказала моя учительница, Брагина Юлия Александровна. За это я ей очень сильно благодарна, потому что я занимаюсь у нее уже почти 6 лет, и каждый из ее уроков для меня всегда был самым интересным. И она смогла заинтересоваться своим предметом не только меня, но и многих других ребят. И поэтому мы все сейчас планируем связать свою жизнь именно с этим направлением и именно с биологией. Я считаю, что это очень важно и очень здорово, что именно так получилось. Биология. Можно передать ей привет вот в камеру как раз в трансляции. Возможно, она увидит нас. Возможно. Если она здесь не присутствует. Но, кстати, Ань, подождите, подождите. А что она такого сказала на уроке? Как она его ведет? Почему вы все за ней пошли? Ну, она преподает материал очень интересно. Она рассказывает об этом так, что хочет сочетать больше, узнать что-то новое. И она, в первую очередь, не просто педагог лично для меня. Она для меня, в первую очередь, друг, потому что она всегда поможет, подскажет. К ней можно обратиться за помощью, если я что-то могу не так сделать, если я что-то не понимаю. И она всегда ведет уроки в очень интересной форме. Так что заинтересованы даже дети, которые к биологии не имеют никакого отношения. В нашей школе биологию знают почти все. Здорово. Да, здорово, действительно. Но есть варианты, когда выбор не так велик, куда податься, если нет большого количества кружков в городе, ну, в силу, скажем, некоторых климатических особенностей. При том, что Ханты-Мансийск действительно очень развит, но, тем не менее, вот Тимур решил, что компьютерный кружок для него самый интересный. Ну, тут довольно была смешная история. Мы тогда с родителями только переехали в город Радужный, и, получается, особого выбора у меня не было. То есть была компьютерная школа и спортивная школа. Но, как вы понимаете, я выбрал компьютерную школу, так как это было мне более интересно. И, получается, с четвертого по одиннадцатый класс я вот до сих пор в ней развиваюсь. Можно сказать, она заложила в меня тот фундамент, росток, благодаря которому я вот продвигаюсь дальше. То есть компьютерная школа для меня – это начало, благодаря которому я, собственно, всего и добиваюсь. То есть она вложила в меня знания, какие-то основные принципы, которые я использую и по сей день. А кем вы собираетесь стать, Тимур? Ну, получается, так как я участвовал в проектории, я являюсь победителем кейс-чемпионата, так совпало, что я делаю кейс совместно с компанией группой B, это входит в топ-7 по информационной безопасности, и они меня пригласили к себе на стажировку и на конференцию, на Cybercrime.com. И, получается, так, что, побывав на этой конференции, на стажировке, я уже полностью определился, что хочу работать в этой сфере. То есть хочется выразить огромную благодарность, собственно, проектории, благодаря которой я смог побывать на этом форуме, и группой B. То есть я хочу быть специалистом по информационной безопасности. Мне показалось, промелькнула некоторая нотка в глазах Владимира Владимировича, что между компьютером и спортом можно выбирать и компьютер, и спорт. Потому что у нас Тимур сказал, что он выбрал из компьютера и спорта, выбрал компьютер. Такие, да нет, спорт же тоже нужен в конце-то концов для гармоничного развития личности. Действительно, сегодня очень много навыков должен знать человек и уметь. Физические упражнения тоже забывать не нужно. Это действительно спорт, точно совершенно та же, шахматы, тоже спорт, требует большого напряжения. И мы видим, что психологически устойчиво это требует и так далее. На определенном уровне тоже даже борьба, скорее, характеров. Но я призываю всех заниматься и физическими упражнениями, физической культурой. Обязательно нужно это делать, никогда про это не забывайте. А вот то, что говорили про биологию и про информационную технологию, ну, конечно, это вот ключевые направления сегодня. Биология очень широкое понятие сегодня, там очень много направлений разных. Я уже говорил о генетике. Ну, я, по-моему, здесь же тоже приводил в прошлом году слова нашего академика Тамма, который сказал, что 21 век будет веком биологии так же, как 20-й был веком физики. Но сегодня совершенно очевидно для всех, что наиболее яркие перспективные открытия, и наша ведущая тоже сегодня об этом сказала, делаются на стыке дисциплин. И вот это чрезвычайно важная вещь, думаю, что когда-нибудь эти направления у вас еще и сойдутся. Безопасность информационная крайне важна для практического применения, не только в сфере финансов, мы знаем, что банки этому уделяют особое внимание, но и во всех других областях, и в гражданских, и в военных. — 45 отжиманий, 60 подъемов на пресс и за компьютер. Вот такой вот вариант. Ой, хорошо, что вы все меня... Мы же все так и делаем, правда? Правда, Владимир Владимирович. Друзья, а действительно, если задуматься, вот мы сейчас услышали разные истории. Вот современные молодые люди, учителя, ученики. Владимир Владимирович, здесь все присутствующие. Основополагающим для всех процессов является правильный наставник, который однажды встретился на твоем пути. Но если говорить об изменении системы социальных лифтов, вот тогда, предположим, в Советском Союзе, в Новой России, ну, это я уже помню, в 90-е с этим было сложновато, когда росло мое поколение, как она изменилась, эта самая система, и какова действительно роль вот этих процессов в стране сегодня, Владимир Владимирович? Ну вот мы сейчас присутствуем с вами как раз на одном из мероприятий, которые и призваны стать таким лифтом социальным, профессиональным. У нас вот сейчас много же здесь всяких направлений, которые представлены, и кванториумы, и различные юношеские детские технопарки, и новые наши учебные заведения типа «Сириуса», и с последующим развитием этой системы по всей территории страны. Новые технологии дают возможность это делать, и государство тоже там принимает участие и поддерживает эти направления. Но самое главное, вы знаете, вот все-таки самое главное, никогда нельзя ждать какого-то руководящего указания. У нас, в общем, патроналистское государство всегда было, отчасти это хорошо, потому что это сохраняет традиции, но, с другой стороны, каждый человек индивидуально должен понимать, что 90% его личного успеха будет зависеть от него лично. Вот поэтому не нужно ждать, нужно воспользоваться поддержкой, там, когда она есть, а сеть такой поддержки создается все шире и шире, она будет более широкой в последующие годы, более основательной и содержательной с точки зрения наполнения государственными финансами, но каждый из вас должен сам искать свой путь в жизни, брать свою судьбу в свои собственные руки. Иначе нам удачи не видать. Только так, только личная инициатива и напряженная работа над собой. Вот я вас хочу именно к этому призвать. Но это же классика, везет тому, кто везет. Да, это классика, но, к сожалению, мы про классику забываем, а все думаем, а вот там добрый дядя нам должен что-то принести. Но лучше вспомнить, наверное, революционные песни большевистские. Никто нам не поможет, ни бог, ни царь и ни герой. Нужно своей собственной рукой это все делать. Да нет, тут есть еще такие моменты, что до сих пор действительно остаются какие-то архетипы из прошлого. Ну, может быть, я не из той семьи, чтобы выбрать для себя совершенно другое занятие. Вот у меня все в семье занимаются одной профессией, так, наверное, я тоже должен. У Ломоносова, как известно, в семье были рыбаки в основном, но отчасти коммерцией занимались. Но он пришел в Петербург и стал выдающимся мировым ученым. Вот нужно ориентироваться на такие примеры, которых у нас достаточно в нашей истории. Смог Ломоносов сможете и вы. Понятно? Ну что, заслушаем регионы. Ребята, вы там уже засиделись, давайте немножечко взбодримся и протестируем возможности нашей прямой связи по оптоволокну. Итак, наш первый ролик это будет Томск. Внимание на экран. Я очень хочу, чтобы моя бабушка дожила до 120 лет и пришла, когда мне будут вручать Нобелевскую премию. Я вот встану чуть постарше и изобрету таблетку от старости. Для этого не обязательно становиться старше. Начинать можно уже сейчас. Хочешь заниматься научно-техническим творчеством? Приходи в детский технопарк «Кванториум». Наверняка он есть где-то рядом с тобой. Ведь сегодня их в стране уже 89. А через несколько лет они появятся в каждом городе с населением больше 60 тысяч человек. А где не появятся, туда доедут. Еще 250 мобильных «Кванториумов» будут ездить по регионам. Чему тут можно научиться? Да практически чему угодно. Нейроквантум, геоквантум, IT-квантум, робоквантум. Не соскучишься? Каждый из «Кванториумов» подстраивается под свой регион и делает упор на те направления, которые нужны в конкретном городе. Выбирай! А вот и Томск. Томск, как слышно? Великолепно. Кто от вас будет говорить? Где Аркадий, собственно? Вот он. Здрасте. Привет, Аркадий. Говорят, вы там МЧС помогаете? Да. Добрый день. На связи детский технопарк «Кванториум». Меня зовут Аркадий Ктажуков. Мне 16 лет и я кванторианец. Томский «Кванториум» реализовал большое количество проектов с наставниками из различных региональных компаний, таких как Сибур, Деревенское молочко, Сибкабель и многие другие. Но мне бы хотелось рассказать именно о своем проекте в данный момент. Вместе с командой, которую мне удалось собрать в «Кванториуме», мы реализовали проект под названием «Томская весна», актуальность которого заключается в том, что жители Томска и Томской области в целом часто сталкиваются с риском подтоплений прилежащих к реке территорий. Целью проекта было совместно с МЧС осуществлять аэрофотосъемку на определенном участке реки с дальнейшей передачей информации и их обработкой. Многие взрослые считают, что дети не способны выполнять такие серьезные проекты, но мы пытаемся их переубедить. Допустим, мой проект уже попал на форум «Россия – страна возможностей», на котором я познакомился с большим количеством других «Кванторианцев». Мы сейчас держим связь с другими «Кванториумами», общаемся с ними, передаем им информацию, обмениваемся данными. Моя команда, с которой мы выполняли проект в данный момент, находится на финале международного конкурса детских инженерных команд. Хочу пожелать им в этом удачи и победы. И передаю эстафету «Марафон открытий» всем новым «Кванториумам». Желаю вам удачи, большого количества умных ребят и великолепнейших проектов. Спасибо. Спасибо, Томсик, спасибо, Аркадий. «Кванторианец» звучит как такая космическая национальность из Стартрека, но тем не менее, вы знаете, меня немножечко вот так задело, потому что мы взрослые действительно все этим иногда грешим. Говорим, дети, ну что они вообще в конце концов? Но вот Аркадий сейчас эту боль детскую выразил. Во-первых, какие же дети? Посмотрите, это взрослые люди, осмысленные, одухотворенные глаза, которые знают свою дорогу в жизни и выбрали ее. А главное, вот то самое проектное мышление, о котором сегодня говорят, ребята владеют этими навыками и в состоянии собирать команды для решения любых задач. Как вам кейс, Владимир Владимирович? Хорошая, конкретная работа, связанная с достижением практического результата, нужного, причем непонятному кругу лиц, а конкретным людям, которые живут в пойме реки Томь, я так понимаю, речь идет о реке Томь. Там действительно каждый год возникают проблемы, связанные с ледоходом. Были и случаи совсем непростые, скажем, тяжелые, с подтоплением целых районов жилых. Поэтому он правильно, Аркадий, сориентировался, выбрал то, что нужно конкретно людям, причем начал предпринимать попытки решить эту проблему на современном техническом уровне. Я желаю ему успехов, удачи, надеюсь, что МЧС обратит внимание и будет использовать его предложение. В целом МЧС работает именно по этому направлению, на других акваториях, прежде всего на речных, конечно. Ведь смысл-то в чем? Я так думаю, мне кажется, Аркадий сейчас это подтвердит. Смысл в том, чтобы мониторить ситуацию ледовую на реке, вовремя отдавать информацию, где и как нужно проводить соответствующие работы, где там они чернят лед, просто посыпают углем, и лед быстрее тает, где-то взрывают. Вот нужно просто заранее давать информацию специалистам МЧС, для того, чтобы они своевременно принимали решения и предотвращали негативное развитие поводковой ситуации. Очень важная, актуальная проблема именно этого региона и решаемая современными средствами. Удачи, здорово, молодец. Ну что, браво. А там сидит сотрудник МЧС и так статус накивает, подтверждает все слова. Браво, ребят, спасибо, отлично. Отличная командная работа, междисциплинарная, опять же. Наша следующая история, наш следующий ролик. Внимание на экран. И дальше будут два включения. Я хочу стать президентом. А президенту очень много чего надо знать. Президент – это такая профессия, в которой очень много профессий. Где можно научиться сразу всем профессиям? По крайней мере, можно попробовать. Больше 60 тысяч школьников из 7 регионов России в рамках фестивалей «Билет в будущее» уже примерили на себя разные профессии и узнали, как работает биоинженер, кто такой градостроитель и чем занимается кристаллограф. Три дня в каждом из регионов участников школьники строили, кодировали, проектировали и планировали, ставили опыты. Мне очень нравится, потому что прям вот узнаем много нового, чего они дают в школе. Занять ему форму, я, возможно, уже даже определила, с кем я хочу быть. Больше 850 экспертов решили с ребятами за эти дни около 350 задач от работодателей и рассказали школьникам более чем о 100 профессиях. Это вообще в целом о работе в рамках фестиваля профессии, чтобы помочь сориентироваться, что интересно хотя бы на начальных этапах. Есть ощущение, что профессия президента обладает некоторым романтическим флером в глазах общественности, а то, что действительно это очень сложная, многосоставная работа. Наверное, Владимир Владимирович, вы лучше знаете, каково это, выбирать профессию президента или не выбирать ее? Я не выбирал профессию президента. Я скажу даже, как это все происходило, если вам это интересно, на финальной стадии. Но президентом может быть человек с любой профессией. Как правило, главами государств, правительств становятся люди, которые имеют либо юридические, либо экономические знания. Погружены вот в социум и в законы взаимодействия людей между собой. Вот эти профессиональные навыки и знания, они нужны и полезны. Но, повторяю, в принципе, человек любой профессии может быть главой государства или правительства. Я уже могу сказать, есть во главе крупных стран, во главе правительства люди, которые получили физическое образование, причем в очень специфических сферах деятельности. Такие есть и в Европе есть, в крупных странах. Есть люди с другими базовыми первоначальными знаниями. Но главное не в этом. Вообще, главное в другом. В том, что человек, когда выбирает вот такой вид деятельности, он должен для себя решить основную задачу. Готов ли он свою жизнь или, во всяком случае, значительную часть своей жизни полностью посвятить тому делу, которое он избрал. Полностью. Это первое. И второе. И второе. Это, конечно, знаете, как у врача должно быть. Правило у них есть такое. Не навреди. Нужно, не может быть хорошим врачом человек, который не сопереживает все, что сопереживает его пациент. Он должен любить пациента. Он должен погружаться в его проблемы. И пытаться решить его проблемы так, как свои собственные. В полной мере это относится и к главам правительств, там, где это первые лица, и к главам государств. Так, как у нас. Вот это самое главное, основное. Ну и, конечно, просто он должен быть порядочным человеком. Никогда об этом не... Но это, правда, в любой профессии. Здесь особенно важно. Поэтому каждый из вас может ставить перед собой самые амбициозные цели. Хотя, должен вам сказать, что это не всегда абсолютный критерий успеха личного. Но Эйнштейн не был никаким президентом, ни главой государства не был. Если вы назовете пальцем, ткнете в карту мира сегодня, в какое-нибудь государство, и спросите, кто там глава правительства или президент, Вряд ли вы знаете. А Эйнштейна знают все. Весь мир знает. Поэтому нужно ставить перед собой такие задачи, достижения которых вам приятно, достижения которых вы считаете для вас наиболее актуальным и притягательным. И в этом случае вы будете добиваться огромного личного успеха. А от личного успеха каждого будет зависеть успех страны. Но ставить перед собой амбициозные цели нам не то, что никто не мешает. В хорошем смысле даже рекомендуется. Нижний Новгород на связи. Ребята решили заняться железной дорогой. Привет. Привет, Нижний. Как вы там? Привет. Привет, как вы там? Ярослав, здравствуйте. Жгите. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Баканов Ярославов. Я представитель детской железной дороги города Нижнего Новгорода. 14 ноября я посетил Всероссийский форум «Билет в будущее». Честно признаться, я был удивлен таким большим выбором профессии. И никогда не был на таком масштабном мероприятии. Особо заинтересовала у меня секция железнодорожного транспорта. Там мне рассказали о современных скоростных поездах, о новых технологиях и о том, что от Москвы до Казани строится высокоскоростная магистраль, по которой поезда ходят, будут ходить со скоростью 350 км в час. Также на форуме рассказывали о детской железной дороге. Я уже сделал свой профессиональный выбор. Сегодня я являюсь воспитанником детской железной дороги. Я счастлив, что уже сейчас могу осваивать железнодорожные профессии и получать знания. Я уже видел вживую вагон и локомотив и побывал на экскурсии в управлении железной дороги. Я бы хотела стать машинистом. Мне все здесь нравится. Детская железная дорога стала для меня настоящим билетом в будущее, во взрослую жизнь и в любимую профессию. Ярослав, простите, а сколько вам лет? Сколько вам лет? Одиннадцать. Взрослый, осмысленный текст, мужчина настоящего. Мы вам аплодируем здесь от всей души. Ну что, ОАО РЖД может похвастаться будущим перспективным кадром. Сейчас там полтора миллиона, будет полтора миллиона и один. Очень скоро. А вот в великом... Нижний, спасибо вам. Приятно было с вами поговорить. По поводу профориентации у нас есть еще великий Новгород. Это где ребята выбрали туризм. Давайте переключимся на великий Новгород. Ну, учитывая, что туризм это действительно одно из перспективных направлений, где человеческий ресурс как нигде важен. Спасибо вам за ваш выбор. В нашей стране много есть на что посмотреть. Туристическая инфраструктура это такое важное место, которое должно развиваться. Друзья, привет. Вы как там? Здравствуйте. Здравствуйте. А где Кирилл? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Кирилл где? Я здесь. Отлично. Мы рады приветствовать вас из великого Новгорода. Владимир Владимирович, спасибо вам большое за то, что вы любите и помогаете нашему городу. И вот наш город древнейший, и поэтому на фестивале профессии, который в ноябре у нас проходил, была представлена уникальная площадка «Туризм». Потому что мы считаем, что именно туризм, он действительно перспективен для нашего региона, потому что на территории нашего региона очень много памятников, архитектуры, памятников, ЮНЕСКО, 37 объектов. И вот даже сейчас мы с ребятами находимся в Грановидной палате, в которой вы, кстати, тоже бывали. И у нас развивается не только исторический туризм, но и патриотический. И вот у нас недавно прошел такой фестиваль, как «Забытый подвиг. Вторая ударная армия». У нас очень активно работают поисковики. И вот мы с ребятами хотим свою жизнь связать именно с туризмом. И хотим пригласить вас на наши мероприятия, значимые, которые будут проходить. Спасибо. А какие это мероприятия? Вы меня приглашаете? Я даже не знаю, куда вы меня приглашаете. Новгород – хороший город. Друзья, нам нужно… Действительно, есть на что посмотреть. Надеемся, что и для внутреннего туризма это будет очень интересно, и для наших иностранных гостей. Но все-таки мероприятия-то какие вы планируете? Назовите даты, друзья, потому что президента график. Ближайшее мероприятие такое будет. У нас сейчас уже начался ряд мероприятий, который посвящен освобождению Новгорода. И вот как раз хотелось бы пригласить вас на это мероприятие. Это будет в январе. Я понял. Спасибо большое. Я постараюсь. Это интересно. Спасибо. Ну что, Владимир Владимирович, вносим в календарь. В январе. А как это связано с вашей профориентацией на будущее? Это как-то связано или это просто такое текущее одно из увлечений? Ну, мы считаем, что это, безусловно, важно патриотическое воспитание, и хотим связать с этим. Вот я хотел бы проводить такие мероприятия лично. Ребята, может быть. Туризм очень важен для экономической части нашего города, потому что в нашем городе нет полезных ископаемых. Но он имеет большую историю. Простите, а как вас зовут? Мы не представились, потому что я вот знаю только Кирилла из ваших, а вас, как зовут? Я обучаюся 10 класса гибридии гармонии. Ну вот и познакомились, Маргарита. Здорово! Спасибо. С такими будущими экскурсоводами сразу захотелось к вам в Великий Новгород приехать. Спасибо, друзья. Январь ваш! Следующий момент такой очень интересный, поколенческий. Это бизнес, мой первый бизнес. Наверное, для представителей поколения моего или моих родителей это такая загадочная история. Вот каково это, будучи настолько молодым человеком, быть достаточно, как говорится, безбашенным, что ли, достаточно ответственным и самостоятельным, чтобы организовать собственный первый бизнес. Я не знаю, у кого-нибудь есть воспоминания относительно того, как были заработаны ваши первые деньги, ваши первые бизнесы, ваша первая зарплата за какую-то там подработку в школе, что-то вот такое, потому что, наверное, это очень определяет человека. Просто здесь есть, сейчас мы с ней поговорим через некоторое время, Диана, которая 8 лет заработала свои первые 300 рублей. А что вы так? Я свои 300 рублей в 13 лет заработала. Для 90-х это очень даже неплохо. Иными словами, бизнесы – это важное направление, потому что за людьми, которые дерзнули сделать бизнес, идут те, кто будет у них работать. Итак, внимание на экран. Я очень люблю свою маму. Она обо мне заботится, а мне тоже хочется помогать ей в чем-то. Но пока я дарю ей открытки, рисунки дарю. Но когда я вырасту, я хочу купить ей что-то большое. Я хочу купить ей дом. Начинать можно уже сейчас. Для тех, кто с самого юного возраста чувствует в себе предпринимательскую жилку, в прошлом году был запущен конкурс «Мой первый бизнес». Каждый желающий, правда, если он еще не достиг 18 лет, может зарегистрироваться, послушать лекции известных блогеров и молодых предпринимателей, выполнить задания и выиграть ценные призы и дарить первые деньги на развитие своей идеи. А особо активные могут получить путевки на бизнес-интенсивы и прокачать свои деловые навыки и даже поступить в бизнес-вуз. Готов заработать свой первый миллион? Вот ребята из Ростова готовы заработать свой первый миллион. Диана, мне кажется, там сейчас сидит. Диана, привет! Диана, и не только одна Диана, там еще Степан и прочие ребята. Нет, вопрос первый к Диане по поводу 300 рублей. Диана, как удалось их заработать? Что это был за бизнес такой? Здравствуйте, меня зовут Диана. Я из города Шахт, Ростовская область. Мой папа предприниматель, а мама нянечка в детском саду. В 8 лет я собрала ребят с своего двора, и мы начали собирать орехи и продавать их. Первую прибыль мы поделили между собой и потратили в магазинах, ларьках. Вот так я заработала первые 300 рублей. Дальше, чем старше я становилась, тем больше я понимала, что бизнес, предпринимательство – это прямо мое, то, что мне нравится. И тогда я решила набираться опыта и пробовать запускать проекты, продавать в интернете, в жизни, просто делать все, что возможно. И сейчас я точно знаю, что у нас есть возможности, и мы должны ими пользоваться, делать то, что нам нравится. Сейчас у меня есть проект, который недавно запустился – это печать фото на холсте. Он отлично работает и развивается с каждым днем все больше и больше. Вместе с запуском проекта я узнала про конкурс «Мой первый бизнес» и решила пройти, взять такую возможность себе. Прошла все четыре этапа и со мной связался Степа. Здравствуйте, Владимир Владимирович, здравствуйте, дорогие друзья. Я свои первые деньги, я вообще помню, что еще год назад я был сам участником этого конкурса, как Диана, а сейчас помогаю организатором и являюсь наставником Дианы. Свои первые деньги я заработал в возрасте 11 лет, и когда просто превоплотился в роль Деда Мороза и провел несколько утренников в детском саду. Тут я понял, что мне интересно работать с людьми. В дальнейшем уже в школе я организовал коллектив из 20 человек, вместе с которыми мы проводили школьные мероприятия, писали к ним сценарии и развивали досуговую деятельность в школе. И затем я познакомился с конкурсом «Мой первый бизнес» и такой платформой, как «Россия. Страда возможностей». Спасибо вам большое за эту платформу. Я сам участвовал в форуме и также активно планирую участвовать в новых проектах. Сейчас являюсь студентом первого курса факультета бизнеса «Капитаны» в Южном федеральном университете. И занимаясь любимым делом, в рамках одного из образовательных модулей я создал новый проект. Я провожу онлайн-мастер-классы для ребят, которые младше меня. И мы вместе с ними разбираем такие достаточно сложные темы, как тайм-менеджмент, целеполагание. Достаточно простым для них языком, который они понимают. И также считаю, что предприниматели важны для своей страны, так как они могут зарабатывать на любимом теле и развивать экономику. Ну как вам новое лицо бизнеса Российской Федерации? У меня смешанные чувства. Сейчас я расскажу, почему кто-то со мной согласится, кто-то нет. Но, во-первых, начну с того, что было сказано нашей ведущей, которая сказала, что бизнес для моих родителей, для меня, было всегда что-то… Как вы сказали? Уже не помню, но что-то такое… Ну потому что мои родители, папа военный, мама в статистике работала. Бизнес начать – это с чистого листа, это же не работать где-то. Без башены. Она покривила душой. Первый раз и второй тоже раз. Это почему? Я сейчас скажу, почему. На самом деле, люди вот… То есть среды, о которой она говорит, папа военный и так далее, и так далее, особенно, скажем, 10-15 лет назад, а 20 тем более, считали, что бизнес – это жульничество, которое основано на обмане других людей с целью получения неправильной и незаконной прибыли для обогащения единиц за счет миллионов людей. Вот в представлении советского народа и в первые годы существования Российской Федерации, как нового государства, вот что было в сознании подавляющего большинства граждан. Уверен, что и у нее было так же, и у ее родителей было так же. Но вы моего дедушку сейчас процитировали. Дедушка так и говорил. И дедушка так и говорил, а как говорил дедушка, так думал и папа с мамой. Дедушка так говорил, а они так думали. И, конечно, очень важно, чтобы вот этот штамп, он вредный, безусловно, штамп для сегодняшнего дня и для будущего страны, он бы не просто трансформировался, а чтобы он был заменен совершенно другими понятиями. И другим смыслом предпринимательской деятельности. Почему я сказал, что у меня смешанное чувство от того, что я сейчас видел и слышал? Ну, во-первых, начнем с того, что я видел. Красивые картинки, хорошие, интересные ребята, увлеченные своим делом. Ну, первое. Девушка сидит, как веером, обмахивается пятитысячными купюрами, по-моему. Демонстрация, демонстрация, значит, своего финансового успеха. Демонстрация. Это признак новоришества. Первое. Второе. Ребята стоят, обнялись, молодцы, у них, видимо, что-то получается. И пальцы веером. Это то же самое. Какие пальцы веером здесь? И последнее, вот то, что было сказано. Зарабатывать на любимом деле. Ну, да, конечно, значительная доля смысла любого предпринимательства – извлечение прибыли. Но, вот что интересно, вот поверьте, буду сейчас говорить абсолютно искренне. Конечно, разные люди есть в любой среде. И среди математиков, и среди биологов, и тех, кто занимается информационными технологиями. Разные люди. Миллионы людей, судьбы разные, и характеры разные, и целеполагания разные. Интересы разные. И в любой среде есть разные люди. В том числе и среди предпринимателей. Есть те, которые стремятся к извлечению прибыли любой ценой. Вообще им на все наплевать, только бы деньги заработать. А есть совершенно другая категория людей. И она гораздо более счастливая в конечном итоге. Давайте не будем забывать, что жизнь конечна. Во втором-третьем поколении накопленные богатства, как правило, не удерживаются в семье. Остается только бренд. А родственников там уже не остается. Все распыляется, расходится по другим семьям. И даже то, что передано в наследство законным путем, во втором-третьем поколении исчезает из семьи. Поэтому просто как гопсек сидеть на золоте и накапливать неизвестно для чего, бессмысленно. Просто на это не стоит положить свою жизнь, класть жизнь на это не стоит. А на что стоит? Вот знаете, я совсем недавно встречался, ну, известные у нас есть примеры, там, Крымский мост строит. Это же бизнес-проект, но это проект нужной стране. Или вот недавно я встречался с руководителем металлургического комбината, магнитки. Там целая группа компаний. У нас ведь не все происходит под камерой, и не все показывается в интернете или по телевидению. Вот была закрытая встреча. Значит, руководитель и главный собственник компании, Виктор Филиппович, пришел ко мне для того, чтобы рассказать, как развивается компания. Сколько миллиардов они вложили в последнее время, он мог бы в карман рассылать. Распихать все по карманам собственников в качестве дивидендов. Нет. Сколько миллиардов они затратили на то, чтобы уменьшить выбросы в атмосферу и чтобы улучшить экологическую ситуацию в регионе. Сколько миллиардов они затратили на то, чтобы создать новые рабочие места, причем современные. На то, чтобы создать новые учебные заведения для своей компании. Но это новые учебные заведения, созданные на новой базе совершенно, и технологической, и учебной, и так далее. Сколько они вкладывают денег в социальную инфраструктуру. Да, социалкой должно заниматься прежде всего государство, если исходить из принципов рыночной экономики. Но и они вкладывают, и компания вкладывает, и немало. Для того, чтобы обеспечить здоровье своих работников. Это все взаимосвязано. Одно другое не исключает. Это работает на бизнес. Но этот бизнес связан с людьми, с их успехом, с помощью тех людей, многочисленных, которые работают в компании. И вот, вы знаете, это и может быть связано с вложением денег в технологии, которые имеют перспективу развития. И для компании, и для страны, и для ее будущего. Это то, что остается навсегда. И только в этом случае, если ты создаешь продукт, результат, тот, который остается навсегда и надолго, делает тебя счастливым человеком. Только тогда ты можешь понять, что ты истратил жизнь не напрасно. А не просто, извините, меня за мавитон бабки заколачивал. Неизвестно, куда их деть потом. Тем более, что практика показывает, хочу еще раз это подчеркнуть, во втором-третьем поколении все распыляется. Вот, понимаете, вот если, понимая это, вот с этим идти в бизнес, тогда вас ждет успех. И я хочу вам этого успеха пожелать. Я надеюсь, что новое поколение бизнесменов тщательно сейчас законспектировало все то, что прозвучало и про социальную ответственность, и про то, как важен каждый шаг, который бизнесмен делает вместе со своим коллективом. Ведь это действительно большая командная работа, и это коллектив, который человек увлекает собственным примером. Есть еще одно, одно включение, и есть еще один ролик. Внимание на экран. Мой папа очень много работает, все время в разъездах. Часто бывает в других городах. А я очень по нему скучаю. Я решила, что изобрету телепорт. Тогда мы с ним можем видеться хоть каждый день. Нет практически ничего невозможного, когда работаешь в команде. В этом году почти 400 команд из 63 регионов России и 7 стран мира приняли участие в международном конкурсе детских инженерных команд. Это не простая командная олимпиада. Задания вполне реальные. Ребята учат роботов рисовать, добывают энергию из микробов и конструируют электронного поводыря. Можно пользоваться любыми инструментами. Ограничение только фантазия. И, кстати, победителем может стать не одна команда, а все, кто сумел решить поставленную задачку. На связи Санкт-Петербург, Планетарий. Как слышите нас? Привет! Привет. То, что там темно, потому что вы в помещении находитесь. Я же правильно понимаю? Это же прямой эфир. Итак, Саша Морозов, Никита Трошко. Привет. Вам слово. Я, Александр Морозов, мой коллега Никита Трошко, представляем нашу команду из городского округа Химки. Хоть мы и не участвовали в Кванториуме, но узнав об этом конкурсе, мы, конечно же, хотели принять участие, ведь международный уровень максимально приближен к реалиям. Работая вместе с нашим руководителем, Юринковой Любовью Романовной, которая как раз-таки и рассказала нам про этот конкурс, мы поняли, что в проектной деятельности невероятно важны такие факторы, как креативность, умение решать сложные инженерные и творческие задачи. Конкурс предоставляет множество векторов развития, но мы выбрали для себя самый сложный и интересный микробный топливный элемент. Соответственно, все лето мы работали над этим механизмом, и сейчас, пройдя финал, мы его совершенствуем. Хочется отметить, что хоть конкурс и является соревновательным, именно здесь мы увидели настоящую взаимопомощь в командах и между командами, даже несмотря на языковой барьер. Стоит добавить, что микробно-топливный элемент является невероятно экологически чистым и одним из самых экологически полезных из существующих элементов на сегодняшний день, поэтому наша работа невероятно актуальна. И сейчас мы все стоим перед вами, и между нами нет никакой ни вражды, ни соперничества, потому что мы все вместе заняты одним делом. Мы все пытаемся продвигать науку нашей страны. Мы обязательно расскажем нашим друзьям о таком замечательном конкурсе и надеемся, что в следующем году мы привезем больше команд и заберем больше призов. Спасибо за внимание. Спасибо вам, парни. Можно узнать, сколько лет юной леди и как ее зовут, которая вот там рядом с вами стоит. Тоже же ведь работает. Как зовут девочку? Меня зовут Варлашова Алена, я из города Перми, из школы номер 93. Привет, Ален. А что ты там делаешь вообще с этими взрослыми ребятами вместе? А кем ты хочешь стать? Я собираюсь идти в отрасль геологии, так как я очень люблю изучать минералы и горные породы. Вот все, что вам нужно знать о наших детях. Спасибо большое. Привет, ребята, привет всем. Hi to all. Я так понимаю, что у вас там действительно большой интернациональный коллектив и удачи вам в вашей работе. Спасибо. Ну вот как есть, Владимир Владимирович. Разные области, в которых ребята себя пробуют, разные чувства. Все мы здесь взрослые пережили. Примеряй это на себя. Радуюсь за тех, кто сегодня вступает во взрослую жизнь. Какие бы выводы вы бы сделали из всего того, что вы сегодня услышали про наше новое поколение, про профессии, про ребят, про Россию будущего? Ну, что касается России в будущем, то мы часто об этом говорим. Я сейчас прямо сходу, может быть, не скажу самого главного, но тем не менее, Россия в будущем должна быть представлена такими яркими людьми, как вы. С вашими достижениями и с успехами в той сфере деятельности, которую вы для себя выберете. А вот тоже уже говорил, выбрать нужно как можно быстрее, потому что успех будет более очевидным. Меня в этой связи очень порадовал Ярослав. Вот мы с ним разговаривали, он хоть и в Нижнем Новгороде, мы из Ярославля разговаривали с Ярославом. Он хочет быть машинистом. Вот только что девочка сказала, что она хочет быть геологом, судя по всему, потому что любит минералы. Вернусь к тому, что здесь уже звучало, и к тому вопросу, который мне задавали в связи с тем родом деятельности, которым я сегодня занимаюсь. Вы знаете, когда первый президент России, я уже, по-моему, говорил об этом где-то публично, но греха большого не будет, повторю еще раз. Когда первый президент России Борис Николаевич Ельцин вызвал меня к себе и сказал, хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать вам идти на выбору президента. Вы согласны? Я ему сказал, нет. Он очень удивился, он такой был человек своеобразный. Почему это? Я ему говорю, Борис Николаевич, я не готов. А я уже был большой мальчик, понимаете? И уже достаточно большое время проработал в различных государственных структурах властных. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были готовы как можно раньше принять ключевое решение в вашей жизни. И желаю вам успеха. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович. Педагоги, дети, всем, всем, тем, кто нас сегодня смотрел в прямой трансляции, еще раз большой привет из Ярославля и спасибо! Спасибо! Так, думаете, все так просто? Думаете, мы зря тут репетировали челлендж, что ли? Я не понимаю. Брусикин будет недоволен. Кто у нас за скибеди ответственный? Выходите сюда, ребята, потому что настало время зажечь. У нас даже педсостав, и те выучили вот эти вот странные движения. Так, где наши прекрасные модераторы и аниматоры челленджа? Андрей Борисович, не та последовательность руками, не та. Сейчас все отрепетирую. Опа, микрофон кому? Кто тут главный? Вы можете уже начинать повторять спокойно, да. Задача сделать синхронно. Это будет самый странный скибеди челлендж, мне кажется, ever. Но самый массовый при этом. Ребята, идем на рекорд. А можно музычку погромче, чтобы нас прям реально прямо вот сейчас всех пробрало? Ребята, идем на рекорд. Как только появится интернет, я это сразу выложу в сторис. Если что, можете меня радостно репостить, вы все есть в этом видео. Спасибо, ребята, и до встречи сейчас. Никто никуда не расходится, все идут работать. Ура! 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 Продолжение следует...